Дорожное покрытие на улицах нашего города На сегодняшний день выполнено уже порядка одного километра На сегодняшний день продолжается работа по самому сложному участку, последние 700 метров, где необходимо восстанавливать Профиль автомобильной дороги путем его щедряния и глидирования Работа не согласна установленного ранее графика, отклонения от графика нет 13 сентября в половине второго дня на номер 101 Краснолучского городского округа Поступилось сообщение, что по улице Ульяны Громовой горит одноэтажный жилой дом Об этом сообщает МЧС ЛНР По прибытию подразделений пожарно-спасательных частей горела крыша жилого дома Спасатели незамедлительно принялись к тушению В ходе проведения разведки звеном газодымозащитной службы пострадавших не обнаружено Около 15 часов пожар был ликвидирован Огнем уничтожена крыша на площади 80 квадратных метров Благодаря оперативным действиям спасателей огонь не распространился на рядом стоящий дом Причина пожара устанавливается Мера социальной поддержки предоставляется гражданам, проживающим в жилых помещениях с печным отоплением на твердом топливе По месту регистрации в соответствии с порядком предоставления меры социальной поддержки в денежном выражении Для приобретения твердого бытового топлива угля гражданам отдельных категорий Проживающих на территории Луганской Народной Республики Утвержденным постановлением правительства Луганской Народной Республики От 12 августа 2022 года номер 625 В случаях разрушения жилья в результате боевых действий, пожара или чрезвычайной ситуации Мера социальной поддержки предоставляется по месту фактического проживания Многодетным семьям мера социальной поддержки предоставляется также по месту жительства, месту фактического проживания Сумма меры социальной поддержки составляет 25 тысяч рублей в год на домохозяйство с печным отоплением. Право на получение меры социальной поддержки имеют ветераны войны, инвалиды войны, участники боевых действий и участники войны, члены семей погибших, умерших ветеранов войны, жертвы нацистских преследований, вдовы-вдовцы погибших, умерших жертв нацистских преследований, лица, имеющие особые трудовые заслуги перед Отечеством, а также вдовы-вдовцы или родители погибших, умерших лиц, имеющие особые трудовые заслуги перед Отечеством, граждане, пострадавшие в следствии Чернобыльской катастрофы 1-й и 2-й категории, вдовы-вдовцы и опекуны на момент опекунства детей умерших граждан, пострадавших в следствии Чернобыльской катастрофы 1-й и 2-й категории, смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой. Многодетные семьи, в том числе семьи опекунов, попечителей, детские дома семейного типа и приемные семьи, в которых не менее года проживают трое и более детей, члены семей погибших защитников Отечества. Лица, имеющие право на меру социальной поддержки для приобретения твердого бытового топлива в соответствии с частью 7 и 8 статьи 42 Горного закона Луганской Народной Республики от 12 августа 2016 года номер 117 с изменениями От имени лица, имеющего право на получение меры социальной поддержки в целях реализации настоящего порядка, имеет право обратиться иное дееспособное лицо, то есть доверенное лицо. При наличии документа, удостоверяющий его личность, паспорт или паспортный документ, удостоверяющий личность физического лица, проживающий на территории Луганской Народной Республики, и доверенности, выданной доверителям в простой письменной форме. Доверенность составляется в произвольной форме с обязательным указанием в ней следующего. Наименование документа, доверенность, место и дата ее совершения, составление, фамилия, имя, отчество при наличии, место регистрации и паспортные данные доверителя, а также доверенного лица. Полномочия для реализации права на предоставление меры социальной поддержки. Срок действия доверенности. Доверенность может быть выдана на любой срок. Подпись доверителя. Для реализации меры социальной поддержки лицам, имеющим такое право, необходимо предоставить в кабинет номер 12 Управление труда и социальной защиты населения, администрацию города Красный Луч, расположенного по адресу город Красный Луч, улица Карла Маркса, дом 21, заявление и следующие документы. Оригинал и копию документа, удостоверяющего личность, паспорт или паспортный документ, удостоверяющий личность физического лица, проживающего на территории Луганской Народной Республики. Оригинал и копию регистрационного номера, учетной карточки физического лица, плательщика налога. Справку о составе семьи, акт о фактическом месте проживания по форме, установленной правительством Луганской Народной Республики. Акт обследования материально-бытовых условий семьи с указанием наличия в жилом помещении печного отопления, а также отсутствия другого вида отопления. Справку о том, что жилое помещение негазифицированное под отопление предоставляют лица, проживающие в газифицированных населенных пунктах. Справку от лица, имеющего право на получение меры социальной поддержки и других членов семьи о том, что они не обеспечиваются твердым бытовым топливом, углем по месту работы, либо трудовую книжку, оригиналы копию от пенсионеров и неработающих членов семьи. Оригиналы копию соответствующего удостоверения или справки, подтверждающих право лица и членов его семьи на предоставление меры социальной поддержки. Справку о разрушении жилья по месту регистрации в результате проведения военных действий вооруженными силами и вооруженными формированием Украины при необходимости. Оригиналы копию свидетельства члена семьи, погибшего при защите Отечества. Пенсионеры-шахтеры дополнительно предоставляют оригиналы копию трудовой книжки, пенсионное удостоверение, оригиналы копию справки в выписке медико-социальной экспертной комиссии, медико-социальной экспертизы об инвалидности для инвалидов. Оригиналы копию акта о несчастном случае связаны на производстве по форме Н1 для семей работников погибших, умерших на предприятии по добыче и переработке угля. Справку государственных учреждений, централизованной системы государственных учреждений по обеспечению реализации государственной политики в сфере обязательного государственного пенсионного страхования и пенсионного обеспечения дали государственные учреждения пенсионного фонда и пенсионного обеспечения по месту назначения пенсии, а праве на получение пенсии в связи с потерей кормильца. Справку, выданную горным предприятием ЛНР об изменениях, реорганизациях, реструктуризации или переименовании и другое, которое произошло на горном предприятии с момента выхода на пенсию лица до ликвидации, до признания деятельности предприятия нецелесообразной, указанного предприятия и копию документа, подтверждающего ликвидацию такого предприятия, распоряжение, приказ или другое, предоставляется заявителям при первичном обращении. В случае, если документы горных предприятий находятся на хранении в Государственной архивной службе ЛНР, заявителям при первичном обращении предоставляется архивная справка о реорганизации, переименовании горного предприятия, выданной Государственной архивной службой ЛНР. Заявление необходимо подавать до 11 декабря текущего года. Прием граждан ведется ежедневно, кроме выходных. Консультацию можно получить по телефону 202-01. В связи с понижением температуры воздуха люди все активнее используют различные отопительные системы, в том числе угольные печи, и вместе с тем повышается риск отравления угарным газом. 13 сентября в городе Свердловске в одном из частных домов отравления угарным газом легкой степени получили 35-летняя женщина и двое ее детей. Пострадавшие доставлены в больницу, угрозы для жизни нет. Предполагаемая причина – неисправность твердотопливной печи. В МЧС напоминают, владельцам домов с печным отоплением необходимо быть бдительными, особенно при резкой перемене погоды. Главная опасность угарного газа в том, что он не имеет света и запаха, но очень токсичен. При отравлении человек может погибнуть через несколько минут. При небольших концентрациях газа человек чувствует недомогание, головную боль, слабость в мышцах, сонливость. Может отмечаться нарушение работы вестибулярного аппарата, расстройство слуха и зрения. Эти симптомы могут предшествовать потере сознания. При тяжелых отравлениях вероятны проблемы в работе сердечно-сосудистой системы. Возникает аритмия, падает давление, снижается температура тела. Первая помощь при отравлении угарным газом – вынести пострадавшего на свежий воздух, уложить на спину, привести в чувство, снять тесную одежду, на голову и грудь положить холодный компресс. Если человек в сознании, напоить его теплым чаем и в любом случае пострадавшего нужно доставить в лечебное учреждение. Чтобы предотвратить отравление угарным газом, необходимо постоянно контролировать исправность газового печного оборудования и вытяжной вентиляции. Трещины в печной кладке, засоренный дымоход способны привести к тяжелым последствиям. Не закрывайте печную заслонку, пока угли или дрова не прогорели полностью. Позаботьтесь о хорошей вентиляции. Не используйте газовые плиты или духовки для обогрева. Как можно чаще открывайте окна для проветривания. Бдительность необходимо соблюдать и автолюбителям. Помнить об опасности газа при прогревании транспортного средства и не работать в гараже при включенном двигателе. В МЧС предупреждают, последствия воздействия угарного газа на человека необратимы. Новости телеканала Луч. 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 Продолжение следует...